Лауреаты Международного конкурса Чайковского Один из них занял третье место, другой второе. Но это не в этом суть. Дело в том, что это ребята, которые сейчас завоевывают музыкальный мир. Скрипач играет не только в России. Стоило ему один раз появиться в Латинской Америке, у него концерты в Аргентине, в Бразилии и во всей Латинской Америке. Стоило пианисту Сереже Ледькину сыграть в Брукнерхаузе, это замечательный концертный зал в Австрии, второй после музык Феррайн. Стоило ему там сыграть, его пригласили в музык Феррайн уже в Вену. И у Милюкова тоже самое, такая же история. То есть это по-настоящему наше музыкальное будущее. Я хочу сказать, что Паша Милюков играет на скрипке работы Гварнери. Но это Петрус Гварнери из Мантуи. Это родственник, естественно, Гварнери, там целая семья была. И он играет на великолепном инструменте. Должен сказать, что самого лучшего инструмента в принципе не бывает. Но вот инструмент, на котором он играет, в сравнении побеждал такие замечательные инструменты, о которых страшно подумать. И специалисты иногда даже не верят. Говорят, ну не может быть. Этот Петрус Гварнери побеждал даже Гварнери дель джезу. Ну побеждал это немножко такое спортивное. Тем более, знаете, сегодня какой-то ажиотаж спортивной тематики. Поэтому мы не будем углубляться в это. Но инструмент сам по себе божественный. И сегодняшнюю сонату, которую они будут играть, сонату Григо с Сережей Редкиным, вы услышите, какая разнообразная палитра звуков может рождаться в этой скрипке. Ну, естественно, о рояле Стэнвэй я не буду говорить. Если в концертном зале нет Стэнвэя, это не концертный зал. Несмотря на то, что в этот дом музыки к нам приезжал директор фирмы Ямаха и клятвенно обещал мне, что если мы возьмем его рояль, это будет лучше, чем рояль Стэнвэй. Я согласился, говорю, ну, после того, как мы купим Стэнвэй. Этот инструмент выбирался специально в Гамбурге. Это немецкий Стэнвэй. И, кстати, у Валерия Писалыча у него есть американский Стэнвэй. Но, конечно, гамбургские Стэнвэи, они ценятся гораздо выше. И даже могу сказать, что американцы, которые любят все американское, включая вот такую известную персону, как в прошлом госсекретарь Кандализа Райс, которая играет на рояле, она тоже приобрела себе гамбургский Стэнвэй, несмотря на то, что она сама патриотка Америки. Но это вопрос другой. А вот сегодня мы услышали, это один из лучших Стэнвэйов, один из наших самых замечательных пианистов, Башкиров. Он сказал, Сережа, ты знаешь что? Ты его заверни в целлофан и никому не давай играть. Я буду один приезжать играть на этом инструменте. Но сегодня вы услышите, как он звучит. В исполнении Рейткина будет и сольное выступление, и он будет сопровождать Ксанату Григос Паши Мирюкова. А теперь я им представляю сцену. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ